Заказчики с настойчивостью достойны иного применения все-таки добились возбуждения псевдоуголовной конструкции руками креативного следователя. Тут должен был быть передел какой-то на таможне, это вот лично мое мнение, что наши ребята просто мешали кому-то работать. Сначала объектами уголовного преследования стали инспекторы таможенного поста. Часть из них под разного рода давлением, в основном в виде незаконного ареста, заключили сделку со следствием, которое скорее похоже на сделку с совестью. Суть этой сделки заключается в оговоре вышестоящих несговорчивых работников таможенного поста с целью возбуждения на них уголовных дел в обмен на смягчение наказания. Изначально они были возбуждены в отношении всех четырех заместителей руководителя. Это Садномовы, Вафомеева, Якимова и Литвиненко. И вот в показаниях Садномовой она хоть и указывает, что им неизвестно, каким образом производилась именно передача денежные средства между Якимовым и Беляевым, но она считает, что эти денежные средства передавались. Если эти вопросы были занады об исследовании конкретно, этот человек не смог бы сообщить источник информации. Это ложь, поскольку если человек не может сообщить источник полученной информации, соответственно, он либо допускает какие-то свои суждения, либо он сообщает лживые сведения, несоответствующие действительности. Есть еще десятки бесспорных доказательств, что уголовные дела в отношении Якимова Максимова, Варфоломеева Сергея, их руководителя Беляева Андрея, являются ничем иным, как продуктом больной фантазии следствия, при поддержке неохотно имитирующей надзор прокуратуры. Проблема доказывания здесь, по сути, для органов следствия не существует. Это либо склонение лица на дачу соответствующих показаний, взятка дателя, я имею ввиду, путем применения в отношении него меры пресечения, в виде заключения под стражей, и последующие продления с целью склонить это лицо на содействие следствию. В общем, вся доказательная база строится исключительно на показаниях свидетелей, которые якобы что-то где-то слышали, или что-то предполагают, или им видеть или просто известно, и все. Никто из них свой источник сведений не раскрывает и не сообщает ни одного конкретного факта передачи или получения должностными лицами взяток в каком бы то ни было виде. Причем половина этих показаний даны лицами, которые имеют прямой умысел, а порой вынужденное положение, толкающую на оговорку. Если бы он брал, наверное, мы как-то маленько по-другому бы жили, может быть, вообще бы здесь, может быть, не жили. А он когда-то этим всем людям по работе как бы наказывал их, то есть заводил на них дела, эти люди несли денежные какие-то ущербы, то есть это все документально же есть подтвержденное. Но у этих людей есть причина к оговору моего супруга. Хронология показаний свидетелей Шумилова и Бронникова очевидно подгонялась под открывающиеся следователям факты из жизни обвиняемых. Они придумали, что на территории Китая знакомым там китайцам нашим отдают денег, хотя это вообще абсурд, это полнейший абсурд. Вот. Но извините, у нас Путин тоже с китайским руководителем очень дружит хорошо. Поэтому как нам не дружить, жить рядом, ездить в Китай, не дружить с китайским народом? Я очень возмущена тем обстоятельством, что все необходимые вот доказательства, которые необходимо доказать по данной категории дел, их нет. Причем вообще ни одного. То есть, ну мне, допустим, непонятно, да, что мешало провести оперативно-розыскные мероприятия, то есть, делать все, как положено, как требует закон, то есть, пометить деньги, то есть, вручить их, оформить все документы соответствующие, изъять, раз уж якобы эта деятельность процветала. Добровольное заявление взятка дателем на то, что он желает содействовать оперативным работникам, органам следствия, вручение ему соответствующих денежных средств, вручение ему спецтехники и соответствующее дальнейшее оперативное сопровождение с целью дальнейшей фиксации и изъятия денежных средств, которые были вручены уже взяткополучателям. Мой подзащитный являлся заместительным руководителем отдела таможенного оформления и таможенный контроль, номер 2, и его служебная обязанность входила, конечно, координация действий веренных ему подчиненных. Мы сейчас в рамках статьи 6-й Федеральной законно-отоказательской деятельности активно осуществляем сбор доказательств, в сборе которых органы определенного следствия отказали моему подзащитному. Мой подзащитный подал окладательство об истребовании определенных данных, в частности данные о так называемом ХП, это то, что мой подзащитный возбуждал дела о административных правонарушениях, то есть он пресекал действия лиц, которые перевозили товары, выявлял, устанавливал факты незаконной деятельности. С другой стороны, какую можно дать оценку тому факту, что следствие использует любую маломальски подходящую возможность, чтобы оказать давление на обвиняемых и их родственников? На меня было оказано давление, я в какой-то степени растерялась в первое время, двое детей, живем за 5 километров от поселка, автомобиля нету, ежемесячного стабильного дохода нету. Было такое, да, я плакала перед мужем, вроде как, ну ты давай соглашайся, что-то подписывай, я в тот момент хотела лишь одного, чтобы он был дома. Следователь ответил, нам не нужны его признательные показания, нам нужно досудебное соглашение. Зачем? Затем, чтобы начальника отдела Беляева Андрея, чтобы он дал показания на него, оговаривалось это, чтобы он сказал, что да, он получал денежные средства от инспекторов и делился с начальником отдела. А имело ли это место на самом деле? Нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!